А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. Казалось бы, все мы живем в 21 веке и даже чаще всего в обустроенных квартирах. А вот проблема с обычными общечеловеческими благами, будь то теплой или горячей водой, как ни странно, существует и по сей день. К нам обратились жители дома 59, дробь 12 по улице Есенина. Проблема жителей в том, что вот уже 8 месяцев, как минимум в половине квартир многоподъездного дома, нет горячей воды. По словам жильцов, 22 февраля 2014 года Горгаз отключил газовые колонки. Значит, мотивация отключения была такова, что по акту обследования трубопечными работами, значит, переданному впоследствии управляющей компанией Техарембит-сервису, значит, было проведено отключение Горгаза. Газоснабжение. Наша формулировка была такова, разрушены оголовки вытяжных каналов. Конечно, люди не сидят сложа руки и обращаются во всевозможные городские инстанции. Последний на данный момент ответ пришел сегодня. Письмо из правительства Рязанской области. Обращение жильцов направлено на рассмотрение в администрацию. А еще сегодня же с самого утра приходила комиссия. Сказали, что будут делать расчеты восстановительных работ по возвращению газа. Когда и за чей счет, пока неизвестно. А люди, между тем, спасаются кто как может. Кто-то по старинке кипятит воду в кастрюльках. Кто-то установил водонагреватели. Некоторым вообще, можно сказать, повезло. Колонки им не отключили. И теперь пользуются ими на свой страх и риск. Ведь аварийного состояния коммуникации никто не отменял. У нас с 1958 года дом. Он запланирован только с колонками. Поэтому настолько колонки греют воду. А сейчас мы только холодной пользуемся. Вот греем на газу, в кастрюльках. Детей купаем в тазиках. Поливаем. Потому что колонки нет. И прохладно в ванной. А сами, как и где придется. Очень много платим за электроэнергию. За счет того, чтобы нужно самой во время беременности мыться. Поддерживать и личную гигиену. И в дальнейшем, через две недели, вот будут роды. Пользуемся мы поставили водонагреватель. А мотает он полтора киловатта. Сами понимаете, и посуду помыть, и то, и это, и пятое, и десятое. И деньги много летят. И вообще просто невозможно, если честно. Мне повезло больше, потому что ко мне в квартиру не попали. И не смогли отключить на тот момент газ. То есть у нас часть квартир получается с отключенным газом. Часть с включенным. То есть половина на половину. А дымоходы являются одними и тем. То есть на одном сайке может быть и отключенная квартира, и включенная. Мы слышали много случаев о том, что есть взрывы в домах. Есть отравление угарным газом. То же самое грозит, по сути, и нам. Потому что нет должной вентиляции в доме.